Под угрозой исчезновения архитектурные памятники национального значения. В Ивано-Франковской области на грани полного разрушения сразу несколько сооружений 17 века. Костел Святого Антония и Чернелицкий замок. Почему уникальные исторические объекты в плачевном состоянии и есть ли шанс их спасти, выясняли наши корреспонденты. Десятки километров бездорожья и мы на месте. В центре поселка Чернелица на возвышении виднеется костел Святого Антония. Точнее то, что от него осталось. В 17 веке его построил брасловский воевод Михаил Ежич Артырыйский и передал монахам-доминиканцам. Сегодня это старинное здание превратилось в заброшенные руины. Местные рассказывают, в 2005-м здесь был большой пожар. После чего костел стал рушиться буквально на глазах. Эта памятка руйнуется, никому не поддерживается. Но все начало шануватись, и действительно сердце бывает кровью, что скажут про нас начальники, которые не умели сберегать. Это, можно сказать, великое чудо нашей истории. В нескольких метрах от костела Чернелицкий замок, бывший восточный форпост Речи Посполитой. Но о былом его величии сегодня мало что напоминает. Видите, выпадают камни. Видите, это скрепление нештицы. На нем уже воронку сработало. Этот камень, то он уже висит, что он, как не нынки, то завтра то он упал. Если ничего не предпринять, то очень скоро от исторических памятников не останется и следа. В поселковом совете рассказывают, неоднократно обращались за помощью в область. Просили хотя бы законсервировать объекты. Но пока все безрезультатно. О состоянии архитектурных памятников в областном секторе по вопросам охраны культурного наследия знают. Но уверяют, помочь не могут. Мол, сохранность таких объектов – компетенция Министерства культуры. А там деньги на их содержание уже давно не выделяют. В 2010 году, в рамках административной реформы, основной орган реставрации регион Буди был ликвидован. И повноважения были переданы Министерству культуры. То есть финансирование с 2010 года прекратилось полностью. А это значит, что под угрозой полного разрушения не только костел доминиканцев и замок, но еще тысячи уникальных исторических сооружений по всей стране. Андрей Кровец, Жанна Дучак, Зиновия Автонас. Подробности – телеканал Интер, Ивано-Франковская область.